баня это такой вот долгоиграющий проект который начался фактически сразу с планированием территории дома сразу же возник вопрос что делать в этом углу что делать с этой землей как ее благоустраивать устраивать ли тут какие-то грядки теплицы или что-то еще все это обсуждалось но в результате захотелось построить баню то есть это вот такая вот баня или как я называю это банно-развлекательный комплекс суть его примерно в следующем у нас немножко маленький дом и в нем зал не такой большой этот зал мы используем постоянно своей обыденной жизни а иногда хочется зал куда можно пригласить гостей поставить большой стол ну и соответственно чтобы не сходить в баню вполне нормальный вариант поэтому это вот такой банно-развлекательный комплекс здесь на этом кадре было хорошо видно что вот есть слева благоустроенная ранее территория и вот этот вот небольшой кусок который собственно говоря мы им благоустраиваем сейчас сразу могу сказать что в принципе вот ну как бы первые эскизы этого куска да они появились где-то пять лет назад примерно то есть мы больше пяти лет живем в этом доме и соответственно ну как переехали мы после этого делали здесь ландшафтный дизайн ну то есть как делали в принципе ландшафтный дизайн был сделан сразу же потому что еще до переезда мы строили вот эту подпорную стенку закладывали дренаж куча труб под землей вот это вот все сразу продумывалось заблаговременно то есть ну и в том числе вот такой момент он сейчас видите в левом нижнем углу это ворота одно из преимуществ моих участков моего участка в том что тут есть можно организовать два независимых заезда один сверху другой снизу ну то есть диаметрально двух противоположных частей участка соответственно я решил этим воспользоваться и всю стройку веду так сказать с противоположной части участка противоположной той с которой мы входим в дом где он там видно сейчас в правом верхнем углу там машина припаркованы на парковке перед домом то есть мы с той стороны обычно заходим в дом это как бы дальняя часть это дальняя часть заднего угла вот видно что уже часть отмостки сделана видно что сделана кровля и снегозадержание вот крючочки там стоят маленькие черненькие в три ряда это снегозадержание оно конечно не нужно для гибкой черепицы снег с нее практически не сходит тут у меня уже богатый опыт вот по остальным моим крышам но тем не менее для перестраховки со стороны соседа чтобы там в гараж не в гараж в забор извините чтобы в забор ничего не летела мы поставили дополнительное снегозадержание но в принципе избыточным вот собственно здесь прекрасно видно что где граница того участка вот видите подпорная стенка стоит камнем выложена выгорожен водопадик вот там я в виде сиры синей точки сижу и собственно вот видно что вокруг меня идет подпорная стенка она где-то высотой метр двадцать метр тридцать примерно вот от того каменного пола беседки которыми сижу ну и соответственно да задняя часть беседки приподнимается вы видели там сзади и она создает такой небольшой экран то есть это вот та беседка которой мы сейчас постоянно пользуемся значит кроме на бани здесь видно сарай сарай очень важно жизненно важное помещение пристрой к дому это гараж кондиционеров так много потому что в каждой комнате свой кондиционер с индивидуальной регулировкой что холод что тепло белая фиговина загнутая торчит это выход вентиляции с другой стороны есть вход то есть в доме приточно вытяжная вентиляция поэтому окна никогда не открываются а ну ибо не надо и так свежий воздух закачивается вот вот это собственно дом отдельная проблема была подобрать черепицу потому что производитель меняет с годами серии и они чуть-чуть отличаются даже когда я делал сарай и беседку я делал их позже чем дом я уже не смог найти конкретно ту серию мне даже ее сказали но ее уже к тому моменту не выпускали которая использовалась на доме поэтому черепица на сарае и на основной нашей беседки она немножко отличается оттенком она более серая ну в общем они чуть-чуть разные о я гляжу тут кошка прошла у нас тут по участку ходят кошки ловят мышей это прекрасно у нас у самих кошки нету но зато вот наш участок патрулируют две кошки или два кота не знаю в общем тут два два животных пролазит у нас тут проходит весь участок смотрит нету ли там ушей мышей ну или просто проходит так чтобы безопасно где нету собак вот такая вот это собственно вот наш дом вот здесь вход сейчас по центру то есть вот видно с какой стороны мы заходим постоянно окно там в крыше это ванная на самом деле то есть вот такая вот конструкция значит что здесь еще можно сказать ну сам по себе проект бани рассчитан у меня на ну фактически на 5-6 лет стройки то есть строю я его ее очень неторопливо фундамент мы сделали два года назад в прошлом году я стройкой не занимался было просто немножко не до нее а в этом году я вот напрягся чтобы построить стены и кровлю вот ну и сейчас кстати вот видно что да задняя часть существующей беседки выложена камнем вот ну и вот беседка сейчас прямо по центру это новая беседка где планируется установить камин вот под него сверху труба выведена уже в крыше сделано не труба а заготовка каркас сквозь который потом пройдет труба от камина который будет стоять внизу то есть задумана здесь вот такая беседка с камином потому что в нынешней беседке обогрев у нас лето короткое все-таки осенью весной чтобы там сидеть надо как-то подогревать и там у меня значит в качестве обогрева газовый фонарь такой инфракрасный ну можно сказать что он так нечто среднее ноги он особо не обогревает ну и вот эта вот зона в которой мы живем то есть она была разделена забором от стройки сейчас мы забор уже убрали потому что в принципе основная часть как мне кажется грязных работ прошла но кстати возможно нет потому что еще впереди отделка я не знаю как мы тут будем дополнительно огораживать строителей от нас потому что все таки если бы строители ходили через участок это было бы очень напряжно а так как-то ну вот как будто бы другой участок ничего страшного то есть можно временный заборчик поставить и отделить тот участок от этого здесь вот видно что уже зеленение частично сделано вот этот кусок не готов эта земля будет в самом конце срезаться это будет ровная площадка вдоль стен будут подпорные стенки и точно так же высажены туи как вдоль других стен создавая искусственную такую живую изгородь живую изгородь да то есть искусственно посаженную живую изгородь вот ну и собственно вот здесь вот вход туда и здесь вот да вот то что сделано в виде тазиков это связано с тем что сюда может попадать вода снег соответственно ей нужно будет как-то выходить ну и вот выходить там снизу дренажная труба мы проверяли вода оттуда вытекает то есть чтобы она не стояла вот в этой емкости так сказать ну и собственно вот водопад пена здесь потому что в этом году я решил побороться с водорослями но я как немножко может быть переборщил с химией поэтому вот так пена но я надеюсь она закончится осенью или зимой зато вода видите какая прозрачная чуть ли не голубая как бассейнах потому что химия которая сюда налит конечно она применяется в первую очередь бассейнах ну тем не менее вот видите всю водоросль зеленую которая тут у нас начала захватывать камни мы смогли таким образом победить не знаю надолго ли но видимо в следующие годы тоже надо будет немножечко химии добавлять основная проблема с химией это чтобы птицы не дохли от нее прям хоть не закрывая сеткой после того как химию налил ну естественно вода она постепенно рециркулирует правда очень медленно по той простой причине что уходит она в виде испарений а поступает она только в виде долива воды долив воды включается очень не часто на этом все следите за новостями пока